Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи! Это канал НЕЧАЙ и это уже ГЛУСТОЙ ПЛАКИХ ШУТОК! Турнир плохих шуток набрал ход. Выпуски появляются каждую неделю практически на канале НЕЧАЙ. И может быть даже вы увидите конец этой рубрики когда-нибудь. Блядь, полгода почти. Мы к Новому году как раз начали в начале лета. Так, а финал будет записан с этими, да, получается? С львом лещенко, который конфетти кидает на голубой огонек вот так вот. О, есть балл уже! Запрещено подкупать судей. Кроме Федора. Но, если это хорошие деньги... Что у тебя там, на кредит кидаш кредиткой своей попозже? А можно вопрос? Ну конечно. А с хуя ли ты босиком приперся, блядь? Мне нужны деньги, у меня нет ботинок. А ты реально ботинки себе купил бы? Да! Вообще-то сегодня схватка века. Схватка жизни. Схватка... Левого. Это, кстати, в третьем выпуске плохих шуток было, когда судьей был Герман. Короче, друзья. Антон Чужой и Витя Блатов в судьях. Я тоже буду помогать им судить. Артем Нечаев. Второй супер босс, я не знаю, как это называется. Супер Лиза. Супер Боб, да. Джей Молчаливый Супер Боб. И Герман Эль Классика, который на самом деле преодолел очень много стадий, насколько я понимаю. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Я хотел сказать, что я в этом году еще ни разу не участвовал в турнире плохих шуток. И смотря на своего соперника. Ты же, ну ты в шутке подписчиков, или ты между... Ну я читал. Вот. А давайте я почитаю рэп. Просто я напомню нашим жюри, что когда мы записывали жеребьевку, мы на Герман вообще не ставили. Герман, кстати, я думаю, что он вылетит в чале в финале. Правда. Сразу же? Да, я думаю, что он вылетит в чале в финале. А человек прошел Егорова и Дружука. Ну то есть людей, на которых ставили все. Я скажу так, я просто не думал, что Герман такая мразь. Что он так жестко вылетит. Ну я не к этому шел, я наоборот хотел сказать, что это большая честь против такого соперника встретиться в мини-финале. Я очень давно хочу вылететь отсюда, и я не понимаю почему. Да нет, он врет. Он врет, потому что это Герман, которому всегда везде надо выигрывать. Нет, нет, слушай, есть момент азарта спортивного, без вопросов. Но каждый раз я себя чувствую так отвратительно. Во-первых, я очень переживаю за людей, которые профессионально занимаются юмором. Они это не смотрят. Они же обкатывают свой материал, и ты говоришь шутку, и видишь полнейшую тишину. Блять, в этот момент хочется исчезнуть вообще. Это вообще нормальная ситуация. Это хочется просто раствориться, как в Танос, когда щелкает. Друзья, самое важное, самое интересное. Артем Нечаев в 2021 году ни разу не участвовал в плохих шутках в качестве участника. Это его первый батл. А последний раз, как мы вспомнили, вроде как, можем ошибаться, но вроде так. Темыч участвовал в баттле против меня, когда судьей был Игорь Олейник. Это мокрый Вилли, я правильно понимаю? Судьей тогда был Игорь Олейник. И Игорь Олейник, буквы Ю, сегодня присутствует у нас в зрительном зале, это главный арбитр, главный… Нет, не главный, главный арбитр у нас нет, это главный зритель. Главный… Поприветствуем Игоря! В смысле, на канале Нечай? Или в Ютюбе? А, плохих шутках. Друзья, на всякий случай, кто вдруг впервые включил этот формат, я напомню, в чем суть. Участники по очереди шутят, у них заготовлено по 12 шуток. Соответственно, у нас есть три судьи, которые могут засмеяться, и еще один участник – соперник. Максимум можно выбить 4 балла, это бинго у нас называется, правильно же? Страйк. ТВ бинго шоу! Страйк. Хорошо, страйк. Да. Считайтесь. Считайтесь. Первый, второй, третий. Дайте пожим руку, я тебя люблю. Чувак, блин, это будет ужасная битва. Ну я, кстати, ты первый, с кем я готов ржать. О, кайф, это приятно. Давай, за спины. Давай, как револьвер отдастаем. Раз, два, три. Стой, стой, стой! Давай, пожалуйста, кто проиграл, тот выиграл. Хорошо. Раз, два, три. О, победа! И теперь это проигравший в камень-ножице Герман выиграл и выбирает, кто первый шутит. Какая сложная система. Давай, я хочу знать, чем я отвечаю. Да, давайте. Господа судьи наличика, расслабьтесь, просто расслабьтесь, кайфуйте, не надо сдерживать себя. Будьте самим самим самим. Я впервые сижу на стуле, а не на диване, поэтому немножко соскучился по диванчику, решил присесть, потому что для меня сейчас нервный момент. Я впервые в этом году участник турнира плохих шуток, но вот что для меня привычно, это, естественно, поблагодарить наших гениальнейших партнеров, которые всегда помогают создавать такие прекрасные ролики. Фонбет, спасибо тебе огромное за то, что ты есть, за то, что ты помогаешь людям и даешь им фрибеты в тысячу рублей, если они установят себе приложение Фонбет. Также Фонбет является официальным партнером множества топ-клубов и, естественно, можете себе установить приложение Фонбет по ссылке в закрепленном комментарии. Поэтому все, я пошел биться против Германа. Обожаю Германа, обожаю Фонбет, обожаю биться яйцами на Пасху. Уже что-то с лишним я сказал, походу. Дорогие друзья, что больше всего бесило бы в Никите Лесеве, если бы он был бы соком? Какая же мякоть. Видишь, я тебя освободил платформу. Как будет называться фильм, в котором на Марс высадили самых жестких пиздоболов? Планета Эрикьян. Блять. Почему-то так заведено, что надо отвечать персонажем на персонажа, поэтому... Есть такое. Что вылезает из жопы Эрикьяна? Коломбия. Мне понравилось. Коломбия. Я думал член, если честно. Блять. Я думал член. Просто сейчас расстроил человека фактом. Почему Дека постоянно доводит меня и Егорова до слез? Чтобы попить. Жданчик ржет. Спасибо, Витач. Блин, вы какие-то сегодня злые, блять. Ну это заслуживало... Что? Хихикнуть? Да, не, я хихикнул чуть-чуть. Ну типа... Про себя. Да. Однажды в раздевалку у Амкала зашел бомж, вымазал в кале и нечистотах только одного игрока. Почему? Почему? Потому что все по блату. Ты пошел прям с сложными заходами, я сейчас тоже попробую таким. Что сказал Эрикьяно тренеру? Сука! Когда увидел, как Джуси насрал в раздевалке. Не, Михалыч, ну это Егор. У него не, ну Михалыч, это игнор. А, Егор, игнор. Блядь. Блядь. Мне кажется, любой бы сейчас шуткой даже меня бы пробил, а то... Сука! Почему от Стаса Сычева воняет, как от боссаной бомжихи? Почему? Потому что всегда так бывает, когда пользуешься дезодорантом, а не дезодорантом. Заходом хотел взять? Ну чуть-чуть было, но, блять. Небус. 2-2 остается счет. Даня оператор долбоеб. Видео шутка. Нифига. Это впервые? Не, ну не так. Сейчас поймете. Что подарит Эрикьяно на день рождения Фидосу? Шкраб для яйца. Вот такая вот. Тут была заготовка, он мне сказал, когда я тебе подбегну, сними кепку. Как называется походка Егорова? Крестовый поход. Почему предки Маменко точно были римляне? Потому что у него во рту катапульта. Какие он еще языком так заряжает, такой... Добивает! Почему Олег Дрожук у проктолога вел себя на удивление тихо? Бля, я зашел Эрик. Почему? Ну потому что боялся ненароком крикнуть СТАЩИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Федя. Просто перед тобой шляпу снимает. Спасибо. Лядь, не считаете за шуткой? Как назвали бы Акула его родители, если бы они очень любили фильм «Терминатор»? I'll be back. Меня звать Жан-Клод Ван Дам Терминатор. Милая шутка. Шутка про азиатов. Можно накручивать и вообще меня разъемет всегда, типа. Как Федос называет свой небритый лобок? О, мистер Клок. Что, типа Клок у меня сосет? Клок волос. Блядь, ну ты че? Я тупой. Я тебя люблю, Игорь. Поэтому ты лучший зритель турнира «Плохих шуток». Кто и почему присылает Моменко дохуя штрафов на почту? Зубная фея, заложенный вызов. Блин, мне кажется, к финалу ухудшаются не шутки, а вот смотри, просто непробиваемость жюри просто увеличилась. Согласен, согласен. Просто мы к финалу, они превратились в камень. Сел участником, снимается участником такой, мне кажется, это в жюри проблема. Нет, это сто процентов жюри, мудаки. Я могу же теперь со стороны это сказать. Почему Биг Смоук выглядит как уебок? Потому что ремастер GTA не удался. Блин, может, оленика сюда посадим, реально? Есть, есть, есть. Игорь, улучши, пожалуйста, посадите Игоря в жюри, я вас смотрю. Блин, давайте мы реально посадим, я и без шуток сейчас говорю. Можно по теме узнать? А все еще разрешено в этом формате шутки запикивать? Да. Можно сетап озвучить, а панчлайн вы запикиваете? Ну, потом, наверное, Сипскана будет недоволен, но, пожалуйста, я это сделаю. Вот так вот дождались мы. Свободный интернет превратился, по сути, в телевизор. Что подумал Майк, когда увидел Бизокса в Анкале? Блядь, да это надо оставлять. Что я на шутке? Что сейчас? Блядь, простите меня все. Это приставка. Почему мне эта хуйня в голову приходит? Это очень хороо, это, блядь, лучшая шутка. Охуенная шутка, блядь. Что общего между ФК Деньги и первым сексом? Ну-ка. Все бы ничего, но маленький гандон все испортил. Я, получается. А я пытаюсь понять, кто маленький гандон в ФК Деньги. А почему он испортил? Ушел. А, не испортил, ничего. Ну, ладно. Ну, хорошо, маленький гандон слетел. Во. За то, что ты так ржешь. Антон Чужой очень хочет стать геем, но не может. Почему? Почему? Геюгой прям. Блядь. Работает. Кишка тонка. Могу ржать. Блядь, он просто над геюгой засмеялся. Какой испуск потратил. Работает. 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 Рыгать и рыгать. Если честно. Окей. Как называется отцосписи от Олега Дружжука? Ну, если бы он был бы геюгой. Как? Геюгой прям страшным. Вонючайшим геюгеллой. Геюген третьего поколения. Я тоже засчитываю. Король геюг Геюген четвертый. Сука. Это, блядь, все. Страйк. Я поставил, я поставил Федя, блядь. Федя. Он выбил страйк. Видишь? Я так этим недоволен. Это официальное подведывание. Я не буду ржать за такой руки. Ну, это говно. Гер, блядь. Я даже не закончил шутку. Так закончил? Люди добрые. За что тут баллы дают? Вот, видишь, подачей ты вытащил все. Молодец. Как бы назывался отцосписи от Олега Дружжука? Если бы он был бы геюгой, ну, геюгой бы страшным. Геюгеллой четвертым. Все, я привык. Плов джоб. Хорошо. Спасибо. Вот и все. А сейчас шутка, кто меня ведет нахуй. 12-9. 12-9. Что горит у Васи Маврина, когда в челленджах пилят бабки? Слака. Срака, срака, слака. Слака. Что случилось, когда умер геюгеллой четвертый? Появился геюгелла пятый, невероятный. Я снимаю шляпу. Я не ожидал. Юма. Блядь, извините меня, я не ожидал, клянусь. А ты только что ее придумал? Конечно, ты думаешь, я за геюгеллу... Нет, ты, может, поменял кого-то там что-то? Нет, вообще все, я сейчас даже не читал, я сквозь телефон. Давайте, все, я готов. Кто, по мнению подписчиков канала Нечай, может съебаться изомкау в любой момент? Зуб-маменка. Почему лаборанты в больнице заблевали все отделение? Кто-то сдал им на анализ вместо кала тикток или в шука? Ну и вот сравните вот эту шутку, да? Да. Давайте с любой. Блядь, даже если бы ты сказал, что кто-то сдал им тиктоке геюгелла пятого, я бы разъебался снова. Нет, я бы не разъебался. Подожди, он не просто геюгелла пятый, он геюгелла пятый необыкновенный. Почему? Ну вы уже ржали, я еще добью, что-то его кликуха необыкновенная. Неожиданность случилась для меня. Да, потому что я ожидал, что пробьются в финал, боссы не пробьются в финал, но Нечай доказал, что у него огромный опыт в формате плохих шуток. Вовремя вытащил козырь из рукавов, скажем так, сегодня сорвал один страйк и еще несколько раз взял там по 2-3 балла очень вовремя. Поэтому, друзья, мы поздравляем Артема Нечаева. Спасибо большое, но на самом деле это победа с привкусом горечи. Ну а что поделать, если у тебя все остальные шутки были слабее, чем любая шутка? А я уже не знаю, какую шутки писать. Или просто напишите, пожалуйста, в комментариях, вам тоже настолько это смешно? Или у нас сломанный диван какой-то? Я не знаю, что происходит. Но давайте не то, что настолько это смешно, просто сравните шутки с другими делами с остальными шутками, да, там, Темыча. Слушай, ну здесь это ситуативно. То есть я даже думаю, что на камере это может так не передаваться, как ржачность действий. Игорь, а тем гейлой был смешной? Ты же уводишь, что она смешная была фонка. Ну она ничего не собрала. Нет, по-моему, Витя баловал, баловал, да. И то он хихикнул, потому что Игорек заржал, и он с игрока развалился. Ну а лучшая шутка выпуска, я бы, если мы признаем, что это лучшая шутка. Нет. А тогда не надо. Не надо. Нет, ну в любом случае, периодически вспоминайте, потому что у нас впереди, я, кстати, не знаю, сколько батлов, потому что у нас сейчас присутствуют два человека, которые вылетели в мини-финале. Будем ли мы делать матч за третье место? Да? А почему нет лишнего ролика? Лишний ролик не помешает. Почему мне достались Дрожжук, Егоров, Ничай и еще Фидоса, блядь? Все, кто могут просто ничего не писать и просто выйти вот так вот сделать, если с ним рвут, блядь. Я, понятное дело, только за. Это, ну, только ваше решение, вы сами как хотите. Мы выпьем в Таджикистане, в Узбекистане выпьем и мы решим с тобой. Попьем плова и да, и пришаем. Лайки, если хотите, матч за третье место. Впереди суперфинал, точно, Ничай против Финита. О, у меня шутка про Финита плохая очень, очень отвратительная. О, давай. Ну, она не мерзкая, не такая, я имею в виду, плохая, в смысле не смешная, она такая для ухмылки. Можно ей и закончить? Да, давай. Что будет, если Никита съест кокос? Финоколада. Друзья, это был выпуск плохих шуток. А ты расстроился? Второй финал. Я очень рад, но ты, блядь, заставляешь за третье место. Я не заставляю, я просто спросил. Я тоже. А, я забыл сказать, что у нас впереди, помимо суперфинала, мы будем вручать кубок победителю турнира. Будет кубок за лучшую шутку, поэтому вы вспоминайте, какие были ваши любимые шутки за весь турнир за эти полгода. И, естественно, мини-кубок для Зуба Моменко, который, естественно, покорил... Я еще отвратительно помнил, да? Весь народ. Какая я мурашка. Любимец народа. Ребята, большая просьба, ставьте лайк, если считаете, что лучшая шутка турнира плохих шуток, это шутка Германа про Бизокса и Майка. А Геогела пятый будет участвовать? Нет, будет участвовать только одна шутка Германа. Геогела пятый, да, вышел у нас в суперфинал. И я лично привезу ему кубок. Блин! А давайте еще, пожалуйста, напишите в комментариях, я вручу обычный, ну, еще дополнительный кубок лучшему жюри. Подписывайтесь на канал, не чай! Друзья, Тёмыч на пути, активно двигается к миллиону подписчиков на канале. Да, у меня подписка. Я двигаюсь к тысяче подписчиков. Давайте, пока. Блин, а надо сделать road to 1к. Субтитры сделал DimaTorzok